Дорогие друзья, добрый день! Здравствуйте! Сегодня 27 мая. Я в таком домашнем виде, в шортах и в такой домашней футболке особо не наряжаюсь. Я хочу всех поздравить завтра с Днём Пограничника, 28 мая. Очень хороший праздник, очень хорошие войска, кстати. Я служу срочно в Чинжинский отряд. Также мы были и в Тормезе, и в Хароге, и так далее. Ну что я хочу сказать, это самые лучшие воспоминания, приятные воспоминания. Это молодость, это вот всё связано. Это действительно была служба, то есть ничего там такого не было, никакой грязи, ничего. Всё было очень чисто и так далее. Готовили уникальных специалистов в разных отраслях. Вот я связист, закончил самую большую, там, сержантская школа была 9 месяцев. Да, ну почти сколько там, да, 9 месяцев почти. Больше было только акустиков, но они 3 года служили. Вот. Так что всё было нормально. Послушали мы аппаратуру и так далее. Все нормативы покрывали. Ну, вы знаете, система, граница очень сложная система. И заставы, и комендатуры, и отряды. Я вот в отряде служил, потому что... Ну такая должность была у нас, секретность была. Да, и мы, например, никто на дежурстве, кроме нас, не мог заступать, потому что... Ну там допуски дополнительно надо было оформлять. Ну, единственное, что нас в отпуске не отпускали, потому что нас заменения было некого. Мы там и спортом занимались, я вот и бегал, и прыгал, и там мы всё эти, всё... Кружные соревнования выигрывали и так далее. То есть, всё было очень хорошо. Я вам хочу сказать, что, ну, действительно, это была армия такой, какой она должна была быть. Да. То есть, все нормативы мы выполняли на ура. Станции развертывали быстрее всех. Что там ещё? Бегали быстрее всех, стреляли. У нас рядом с отрядом был путь, куда бегали постоянно и так далее. Ну, и поднимали отряд ружьё на усиление. Знаете, это... Один раз ко мне подружки приехали, они в гостинице остановились. И отряд подняли по тревоге. А я рот на могу, я пойду, посмотрю, что они там делают. Ну, да куда быстрее, потому что... И так далее. Я к ним захожу, они под кровать забились. Я говорю, что такое? Они говорят, что война началась. Ну, потому что, знаете, все включаются прожектора, все выбегают. Технику выводят. Вот у нас, кстати, в Чунже был единственный отряд, где были танки. После событий на Даманском там и так далее. То есть, всё это выгоняются, вертолёты садятся туда, идёт загрузка. Наша задача, вот, перекрыть, в случае, так сказать, перекрыть границу. Заставы первым принимают, кандидатуры, потом отряд перекрывает противника. И мы всё это отрабатывали. Отрабатывали на ура, по времени, по и так далее. Никаких поблажек, ничего не было. Постоянно были учения. Но у нас, я вам хочу сказать, что вот мы сталкивались с китайцами. Я вам хочу сказать, что это очень серьёзная армия с точки зрения охраны границы. С точки зрения подготовки противника. У них там диверсионные школы были напротив нас, работали против нас. Там было всё серьёзно очень. Но, тем не менее, я всех поздравляю, кто служил в этих прекрасных войсках, потому что действительно войска очень хорошие. Там никаких игрушек не было. Я впервые увидел холостые патроны, когда в КГБ служил. У нас были учения в Подмоскве. И нам выдали патроны холостые. А у них пуля, она пенопластовая. Я понять не могу, что такое. Он никогда не видел холостые патроны, что ли? Я говорю, нет, не видел откуда. А ты где их служил? Я на границе. А у нас не было холостые. У нас были только боевые. И так далее. Вот такие дела. Спасибо, Ваше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.